вот такая вот букет орхидеи тоже сувенир был отправлял я его как боялся в офис приходил пришлось отправлять другого города сурово было тоже декорировал каменной крошкой не для того чтобы дефекты скрыть а для того чтобы получилось монолитная пластина которая скрепит всю композицию с основа каменной потому что этот камень ну никак не хотел вообще взаимодействовать не сверлится ничего не нашу там гранит какой-то ли что то есть вот такая вот беда ну дальше уже сувениры были ван сайте конечно наши такого формата вот в общем то далее уже восемнадцатом году пошли вот такие вещи тоже такие работки напасть на повседневку на повседневку опять же по рекомендациям скажем так организатор броженского фестиваля которые постоянно нас покупают спасибо что все еще с нами покупают вот у различные украшения такого формата вот начали делать такой формат простенько и со вкусом вот работа с новыми патинами то есть японские патины и так далее все вот это вот в таком формате вот такой вот казалось бы дефект в листе был но я его решил применить и погрузить туда саму цепь то есть и получается что она сама себя как бы контролирует что ли скажем так вполне как по мне кружево кружево это у нас шестнадцатом году эксперименты с ними были вот было очень популярное время на кружево сейчас как-то не особо но тем не менее вот результат когда все четко коротко и ясно колешки с папоротниками тоже была очень популярная тема такого формата вот такая статура с папоротником лунный каменаж уральский южноуральский декорированный вручную выкованная основа так вот такой формат слову сказать то есть на фабричную базу серик колец было колоническом виде примеднен скелетон листика декорирован каменной крошкой и бронзой то есть вот так вот они очень легкие были они даже гнулись но не мялись но не ломались скажем так вот такой вот состав у меня то время был электролита вот земляника допустим когда начинку выпучил специально как вязались вырезал отверстие и декорила внутри каменная крошка это вот чисто вот моя идея поэтому как мастера я имею ввиду как мастера скалы вот то же самое так что плагиат не приветствует скажем так вот далее вот такие вот комплекционные работы пошли уже с начала 18 17 года такая красота получалась объемные кабошоны и декоры именно больше под ну такой ювелирное скажем так ремесло восприятие вот такой формат тоже это все было нарисовано вручную на металле сейчас это все легко потому что сейчас много различных как это сказать клеев мастик и так далее но в то время приходилось выдумывать и защищаться самому вот наглядный пример что стоило мне шрама на пальце из целого куска натурального камня получается было вырезано кольцо было вот самое страшно вырезано отверстие но не как типично то делать кольца из камня все полируется то есть у нет я просто внутри все замедлил и эта медь пошла наверх и закрепила собой композицию на поверхности очень были популярны кольца очень такого точно ни у кого не было нет и если будет то опять же вы знаете откуда как говорится корни растут имейте ввиду что это чисто авторская идея который я вот реализовал именно вот оформление декорирования каменные кольца были есть и будут а вот такой формат это именно мастерская скала для тех кто еще не будет вот собственно говорим такая красота получилась орхидеи натуральная то есть вот так вот можно качественно замедлить в принципе то есть одним залпом буквально по золото никель вот каждая пупырышка каждая фактура на вся отобразилась несовершенно но красиво тоже вот листья и скелетончик этот листья на базе такой формат и даже здесь умудрился маленький как камешки граната декорировать скольчики так далее далее пошли уже объемные браслетики опять же на базе вот из живых цветочков скажем так вот на такой вот базе опять же из веточек там много разных деревьев использовался береза и осина вот вот такие вот бонсай чеки тоже опять же это фишка от скалы принципе на логотипе у нас опять же бонсай кто заметил как бы подчеркивает японскую философию ну здесь данном случае такая вот яблонька ажурная интересная тарелочки деревянные малина тоже было время занимались вот опять же работа с эмалями ювелирными пошла потихоньку полегоньку то есть это с оригинала была вот окраска использована такие вот дела вот такие вот облегченные симметричные серьги гарнитуром с кулоном тоже вполне очень ажурно смотрится интересненько подсвечники тоже декорирован каменной крошкой это опять же для красоты и монолитности то есть клеем сквозь вот эти вот решетку вот этого физалиса вот серию эту сеточку как раз таки вот и была соединена основа база как таковая вот опять же работы с эмалями с асимметрией 18 вот это был пик на асимметрию собственно говоря то есть вот такая красота получалась интересно как по мне вот такая вот фишечка то есть из листьев эвкалипта можно получить вот такой половинку яблока кто-то мучается настоящие яблоки мастера режут и меднят их ну я этим не занимался вот это как по мне гораздо интереснее гораздо красивее и необычнее физалис и орхидеи вот одна из самых лучших орхидей которые в принципе удавалось сделать тут тоже декорирование каменной крошкой но это больше как будто бы раз а поскольку орхидея белая была и окраска была с оригинала сделана вот такая вот красота получалось то есть никаких дендринов никаких тут наростов ничего такого нету и все все на своем месте скажем так вот такая красота опять же одна из идей который ну я собственно говоря придумал волею случая поскольку был дефективный физалис мне почему-то захотелось их соединить вместе вот таком формате один целый вот получился вот такой вот интересная необычная подвеска такая красота то есть настолько все классно соединил что они стали единым целым собственно говоря вот далее далее если так но уже немножко ускорить процессы чтобы не наскучило людям добрым кружева вот такие вот работы опять же то что выделяет мастерскую скалу это вот формат работ именно позиционирование элементов из которых потом собирается определенная композиция то есть именно под определенную категорию людей как правило но вы можете использовать точнее эти люди могут использовать их универсально то есть это могут быть только серьги для повседневного носка или это может быть целиком гарнитур для какого-то повода случая но в то же время это все настолько легкая воздушная что хоть каждый день носить то есть вот так вот вот значится в общем 18 год был такой продуктивный на эксперименты вот тоже вариантик веточка розы собственного сада была извлечена скажем так как я извлекал даже не спрашивать это жуть конечно проще можно было бы сверлом высвали но я ее проваливал кипятил чтобы она туда улетела удалилась но получилось вот такая интересная фишка то есть для того чтобы потянуть колешку тяните две нижние стороны в общем хватаете за листики тяните в разные стороны и можно придавать как асимметрию так симметрию можно короче можно выше то есть прикольно получилось как по мне люди опять же тоже в тебя помню оценивали вот но это все уже было 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 бонсай конечно не могу не выделить есть один одна молодая пара не коллекционирует все проявления бонсай и вот таких вот экзотов особенно вот у меня они приобретают периодически то есть был огромный светильник с бонсаем кто помнит не так давно вот они его тоже к себе забрали красоту такую так что у них теперь целая обогащенная коллекция скажем так вот в общем то вот тоже касательно дефектов при обжиге поскольку я с керамикой работаю сам тоже возникают такие вот трещинки но я решил ее наоборот выделить аля кинцуги и декорировать крошкой каменной как будто бы некий водопад что ли течет скажем так вот это уже все так сказать привычно вообще к чему этот ролик показываю я повторюсь так что очень много стало плагиата и очень много стало ну как бы наглости в людях и самовозвышение какого-то мне был принципе честно говоря ну все равно как это что это но мне часто пишут как покупатели постоянные так и собственно говоря коллеги что как это так чему ты молчишь и так далее ну вот соответственно я вот решил таким форматом ответить всем и сразу вот гордость моя и красота то есть целый спил огромный агата и на нем вот именно было вручную сделано замедлено обменено вот такое вот дерево мансай это красота конечно обалденно сложность скажу сразу вот тоже сложная работа сложно еще в том что мне пришлось повторять три раза то есть пришли помимо того что одна женщина купила пришла ее подругой захотела такое же и в то же время до этого пришли другие женщины и им тоже захотелось такого же только в разные расцветки и вот это вот я конечно намучился но она того стоила если на красота вот наглядный пример прямо из целико веточки березы по осени было собрано букетик свернут в кольцо и тут же покрыт гриванической медью потом латуни вот такая красота получается опять же физалис но немножко наоборот по-своему извиняюсь где он вот такого формата чем-то похоже на инжир меня но и напомнилось инжир почему-то но захотел сделать что-то свое опять же думаю скалы уже достаточно своего идейности как таковой и так далее но вот до кучи больше называется вот колечко вроде бы казалось бы ничего особенного но решил сделать шинку немножко на боку почему бы и нет вот так вот она выглядит и на пальцы в итоге вы его одели на средний палец она покрывает безымянный если вы продолжить эту фишку эту тему то можно было бы шинку чем-то другим декорировать окраивать сюда выступает кольца коктейльное кольцо вот осьминожек вот такой вот руки попал натуральный мало хит среднеуральский которая уже не найти как таковой тоже показалось что моя защита вот эта мастика который я сам собрал выдумал из элементов работает но плохо видимо загерметизировал где-то вот проела но главное пятачки мало хита стали целая это даже украсила как я увидел его сразу понял осьминог который держит кусочек камня то есть в данном случае хром диапсид тоже такая красота корзинка увидел этот а то флюоресцентном флюористическом флоа флористическом господи магазине вот корзина подобное то и мне решилось все воплотить только в своем формате вот здесь наглядный пример где база основа из камня декорирована тоже шариками и она декорирована каменной крошкой другими скольчиками камня вот эта красота действительно вот собственно композиционные работы вот такая вот интересная тема это у нас получается уже аметрин но вот как он интересно декорировать сейчас опять же мастера вижу стали это использовать вот эту вот идею основы но честно я может быть ошибаюсь но я не захваливаю себя но интереснее в плане композиции элементов в плане вот именно элементов композиции или композиции на элементы я ни у кого не видел когда берут просто две ветки вот эти вот соединяют вместе пихиваю туда камень и этот не знаю не хочу даже говорить мне как-то больно становится вот тоже хорошая идея как как бы имеющие право на жизнь обычно делают какие-то кольца гнезда но я решил пойти дальше сделать браслет гнездо да не просто так еще и птичка летящий на то время у меня электролит был один новый рабочий свежий а второй я стал оставлять именно уже ну который вот дендрины нарастают и так далее то есть грязный как я его называю почему потому что меня стали буквально требовать клиентки покупатели вот чтобы я делал с дендринами им стало вдруг вот этот восемнадцатый год переходной какой-то нравится вот отсутствие природной фактуры на которой накладывается фактура металла гальванического вот это меня удивляло то есть у детей еще как-то пытался вот даже совмещать что ли сначала окунал в один электролит потом вот в этот вот отработанный и получалась вот такая вот композиция на божевка по жестком фестивале это все разбирают только так вот так дальше 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 это как раз все было для божевка непосредственно как таковое сделано вот обалденная вещь тоже использовал я впервые веточки не скажу какого дерева кто догадается пишите комментарии и вот начал из них собирать из элементов кулона причем начал их сшивать вместе опять же своей любимой иглой хай на этот раз уже медный тонень тонюсенькой с волосочек проволокой его получается такие вот элементы то есть вот буквально камень пришит проволокой то есть это не то что я там что-то толстую проволоку взял прицепил нет это было пришита буквально смысле этого слова еще такой форматик получался вот точно также из той же серии к или колечко выходит тоже как по мне интересненько довольно таки вот дальше опять же вот декор физалисов вот такого формата то есть гранат как будто бы сок течет гранатовый такая красота получается опять же моя идейка окошко так ну дальше то в общем то это уже все как бы как бы как бы ясно вот это не могу не похвастаться то есть паук паук был настоящий как будто бы приполз за пчелой которая пытается закупорить агат белый такая красота тоже причем же и женщина покупательница она приобрела эту подвеску чтобы цитирую на работу в офис носить и сара как это сотрудниц радовать а пугать и удивлять вот вот так вот примерно вот следующее поколение тоже где решил совместить вот эту вот идею базу то что я сейчас применяю основа веточка и вот форма кабошон обратите внимание смысла не вижу здесь делать опять же какие-то вот вы выпуклые типичные кабошон чеки именно вот пусть будет площадь и на ней вот эти вот рейки видны по мне так это гораздо интереснее уж то есть не нравится конечно это сейчас смотрю цепочка ну да ладно вот опять же идея которая горжусь цельный физалис после замеднения он не восхваляется или еще что-то неповторимое или еще чего-то он разрезается распиливается буквально и декорируется какими-то природными элементами и из этого получается серьги из одного физалиса получается две симметричные серьги вот такая красота этим я очень горжусь это опять же касательно физалисов очередная идея которая вот именно родилась у меня действительно вот в голове и реализа реализовалась благодаря вот такой вот душе творческой скажем дальше то это было колечко где я материал использовал похожий на шелк но это был не материал не шелка ничего не что и но и а вот здесь я уже использовал на самом деле материал видно фактуру и им обернул кабошон эта идея настолько приглянулась одной из покупателей что она потом еще попросила в общем-то заказала целый гарнитур вот к этому кольцу сложно было но осилил слава богу вот тоже красота африканские коряжки такие вот прилетели как-то я начал их декорировать вот аметистом данном случае сейчас помню это вот подвеску молодой человек на фестивале вернулся и подарил купил в подарок своей девушке на ихнюю годовщину то есть вот так вот даже было вот красота опять же осенний сорванные ветви березы они вот так вот скручены сверчены такой браслетик обратите внимание то что листья вот он не то что их впихивал туда они прямо с веткой то есть он прямо вытянут пока свежий между веточками и фиксировал его только вот только про удящий состав и металл как таковые папоротники господи папоротник что же мне сегодня папоротники да эти шиповник вот так вот декорирован холодными эмалями тоже красиво и тоже в том же в отработанном электрике как видите бодендрином но женщины оценили и стали просить больше такого формата вот опять же шишки кипариса декорированы внутри гранатом асимметрия на общей базе то есть на одной базе овал в данном случае первые мои работы были именно с чистой воды асимметрия то есть это одна композиция как таковая одна история но вот они вот так вот разделяются вот такая вот интересная идея возникла опять же корни африканского некого дерева прямо в них были помещены вот такие родонитики и получилась такая вот красота вот она пожалуйста вязались идейка декорирование каменной крошкой и цветами замедленными вот такая вот красота гортензия холодных эмалях вот такой формат тоже с корзинками русталковос но решил сделать корзинки из серик пробничек такой вот ну дальше цветы ромашки перчики вот пожалуйста колос тоже это все возможно сделать ольховые шишки тоже были популярны свое время вот ну палочки да это все понятно вот такой формат тоже подвесок композиционный нас тоже время упрощена максимально просто до невозможности лист лист камень камень квадрат квадрат все вот тоже связались с расщелиной такой вот пещеркой внутри вот в общем то и вот опять же не могу не похвастаться идея тоже при обработке вот сломался кавашон но я решил дефектов и работку не списывать а опять же замесил определенный состав и сделал вот такую фактуру как будто бы его прямо с мясом разрывает этот вот родонит а его еще называет кто помнит мясной камень мясистый камень вот я ему так сказать оформил вот это вот его истинную сущность скажем так вот как видно как будто бы действительно его разорвали этот мякоть прямо камня разрывается мясистая такая мякоть красота в общем тоже я считаю это авторская идея потому что нигде ни у кого такого нет а если будет ну опять же не забывайте откуда корни растут есть такие вещи когда у допустим покупательницы придумывают идеи у меня был просто кулон вот такого формата декорированный но женщина попросила а вы не можете к нему дополнить еще два таких но чтоб они уменьшались я буду вау красота не показ громоздка потом думаю ну-ка ну-ка и вот такого формата я обменил даже повторял другим женщин тоже это идейка понравилось вот пожалуйста вот опять новиночка было декорирование скелетона физалиса это тоже я считаю идея мастерской скала абсолютно то есть не аналогов ничего подобного я не встречал во всяком случае я искал и не нашел это девятнадцатый год уже восемнадцатый год то есть это девятнадцатый год то есть вот пожалуйста физалис как будто бы раскрылся как яйцо бывает разбивается а там внутри целый букет расцветает декорированный каменной крошкой опять же я думаю за каменную крошку уже всем понятно что как и где перья опять же гороховая патина восемнадцатый год прошу обратить внимание тоже это очередная попытка спустя два года по пробовать использовать эту патину на такого перышки ну что ж ты так долго грузишься похоже интернет пропадает вот пожалуйста вот она самая в общем то ее можно назвать крапчатая патина и так далее но вот очередные новинки среди наших декоративных покрытий вот тогда вот я впервые эту вот патину и придумал собственно говоря вот работа которой горжусь одна из немногих вот это я не знаю примут она вот меня вот за душу цепляет вот идея с колосом с колосьями кузнечиком и вот рожки которые я ему вручную доделываю из тоненькой проволочки вот это вот действительно арт-стоп и это действительно ну не наяву горжусь этой работой честно говоря мне она очень по душе очень нравится особенно мне вот цепляет там крепеж за колос вот такой как бы ах небрежный такой прямо уже без всяких там наворотов без всего вот это вот красота конечно прямо вот рад что хорошему человеку этот подвеска попала в руки а вот даже вот так она выглядит обалденно прямо воистину вот стало быть далее вот это тоже очень интересное украшение быть может продолжить такого формата повторять так скажем ну как повторять главное что не копировать самого себя не по не скопирует потому что вот такая красота то есть опять же сплетенные вручную я сделал специальный такой станочек чтобы плести виде корзинки вот эти вот медные прутики скажем так вот она особенно видно и на них уже взращивать вот такие вот ландыши красота коньки была принята идея сделать восковую форму для того чтобы конькам придавать вот подобную форму как видно хвостик можно поменять за счет этого если вырезать оставшую часть воска лишнюю часть воска и придать ему форму я еще потом делал прям подбородку как будто бы коньки в доме сидят вот это девятнадцатый год собственно говоря вот дальше формат опять же осьминожков вот такой формат это тоже очень горжусь здесь от шиповника только лишь головка лапки были выдуманы именно вот вручную сделаны вот это вот самый конечно такой шик вот такая красота получается идея изготовления полностью мастерской скала принадлежит а сама вот так сказать вот работа я увидел это у ювелиров то есть в литье что вот осьминог что-то он там держит и вот маки тоже я их начал под кенцуги в японском стиле декорировать бронзой бронзовой краской то есть вот так вот принципе все четко все красиво все видно подсвечники колечки да это все понятно вот такой вот необычная колешка 17 год конечно но вот вот это точно композиция веточка цельная и самые разные бусины красота дальше пошли уже такие тематические работы здесь на бонсай такой японский стиль все вручную каждый листик это вручную я даже могу так сейчас признаться это семена это семена укропа но если их композицировать то есть как присыпать как будто приправа правильно один человек сказал что гальваника это кухня и вот если их такого формата зафиксировать то получается как будто бы это ну скажем так ветки дерева грубо говоря с листьями примерно так вот опять же свернул а соку в кольцо есть даже видео как я это делаю на палец наворачивая соку фиксируем и дню вот пожалуйста такой вот от 100 получается вот такого формата была идея физиалис и применить то есть в меднять бусину до этого я придумал подвешивать а теперь вменять и тоже принципе неплохо в латуни особенно смотрится очень эпично скажем так да но сейчас вот вижу многие стали это перевоплощать идейку вот это я делал в общем-то к фестивалю для для того чтобы людям в подарки в общем подумала почему нет у меня было много колец таких вот основ я начал они где папоротники где камни где еще что-то туда размещать и получилось вот такой форматик вот тоже продолжение снежной тематики семнадцатый год та самая рябина как будто бы но здесь как видите еще и асимметрия до кучи больше есть здесь ягодки зафиксирована здесь они на цепи подвижны здесь половина бусинок от этих как бы ягодок от цельных бусин то есть такая кропотливая работа но как по мне смотрится обалденно что-то в этом прямо цепляет вот значит ну маленькие орхидеи кто помнит это тоже свое время был в период энциклия так не понять потому что фотография были не самого лучшего качества вот здесь уже пошла красота именно вот бонсайки такой вот формат подвеска это вот подарок от нашей постоянной покупательницы она подарила такой вот агат а я его дополнил своим агатом и получился вулкан извержение и бонсай здесь еще над душой завис вот вот такой формат простенько со вкусом то есть композиция из веточки она у нее такая необычная форма и проволоки сплетены вместе такая красота вот это моя гордость конечно фудзи орхидея то есть это вот все вручную холодными эмалями было вот декорировано именно на глядя на вулкан фудзи ям под вдохновением этого вулкана тоже декорирована каменной крошкой естественно не только как декорация она здесь просто ну жизненно необходимо но еще для того чтобы зафиксировать все вот эти элементы мало ли что вот далее 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 вот первые опыты пошли именно с memory проволокой это у нас 19 год то есть впервые начал я у с ней практиковаться как это что это безразмерка также были браслеты такого формата это ладно есть вот такие необычности пошли извиняюсь вот вот тоже пример друза казалось бы сломанная но ее можно задекорировать и это трещинка кого станет украшением такая красота выходила в итоге вот они самые вот это вот идея серик такой базе сейчас тоже вижу многие стали реализовать это называют это эстетичностью я называл это практичностью в моем случае эстетика эстетика это говорится гальваника гальваника вот в общем то композиционные работы такого формата но это больше я считаю такое классическое что ли через серебро и вот сама композиция больше походит на литье конечно же вот вот такие вот браслетики помнится были тоже база из веточек а тут уже маленькие такие физа лисики вот наградный пример опять воссоединение с мастерской эпос очередное и соответственно литая база в виде фактуры дерева и вот здесь вот уже вот обалденный натуральный вот опал казахстан для дровины вот такая красота получалось просто объемное шиковое получилось кольцо говорю кулон по истину вот такая необычная подвеска опять же виде дерева бонсай очень популярна была тема в то время вот немножко касаемся сувениров очень рад что у одной хорошей женщины этот сувенир теперь в руках вот тоже полностью ручной объединение сборки каждый плафончик это вот колокольчик который у меня в саду у скалы растет роз сейчас не хочет больше выходить вот именно они были соединены с базой виде медной трубки вот это вот бревнышко было вручную все но в общем кто помнит видео тот помнит скажем так вот такая красота получалась в итоге самое страшное конечно было и сложная электрическая часть том числе а еще сложнее общее отверстие чтобы это все соединить вот офисались это понятно уже было дело вот минималистический кулон из бонсай вот такая вот красота как будто бы тоже какое-то небо вулкан и бонсай обволакивает орхидеи физалис опять же была идея немножко по-другому оформить а именно асимметрию в природе то есть я его просто немножко надорвал и одну из частей всунул туда иногда когда они долго висят но по осенью уже на кусте они принимают такую форму но это вот так так совпало вот такое кольцо необычно это же было с кристаллами вот такая вот декорация вот одна из самых красивых орхидей вот в общем то особенно особо здесь конечно можно много выискивать вот как например идея возникла волей случая кто бы кто все кто думаешь что все почему души это настоящий коралл но это не настоящий коралл этого на самом деле веточки дерева не буду говорить какого и вот если их немножко перемеднить то они принимают такую форму обалденно как по мне вот одна из тоже скажем так гордости лично моей сложнейшая работа просто сложнейшая работа воистину потому что здесь была база браслета на которую были так скажем примеднены веточки туи и веточки туи уже были декорированы натуральным морскими звездами горных хрусталем ракушками вот сама такой малахитовая патина конечно которая процессе вот переросла в такую вот салатовую вот тоже идея но я считаю как бы то моя идея опять же мастерской скала проще говоря смысл в том что база из проволоки в натуральной веточки скажем так просверливается отверстие это база соединяется чтобы быть единым целым то есть нечто металлическое и нечто не живое соединяется живым живое уже декорируется опять же с живыми цветками сирени формально говоря веточка сирени была соединена в единое целое со металлической базой получились такие вот необычные серьги неповторимый вот так вот далее 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 вот тоже интересная работа муторная конечно да я признаюсь перемедлилась электролит уже надо было менять но по крайней я попробовал но почему-то эти серьги опять же понравились покупателю сказали обалденно хотя я был недоволен вот моя тоже любимая одна из любимых работ опять же бонсайка лунный камень южноуральский но здесь прямо все настолько вписалась на своих местах что вот прямо на него можно часами смотреть это вот цитирую слова покупательницы ягод могу на него смотреть часами он меня успокаивает это я понимаю то действительно когда человек нашел себя вот такое вот после просмотра фильма другая земля была идея такой вот подвески вот такая вот идея подвески тоже вот еще идейка возникла у меня же физалис закрытого типа не скелетированы вот так вот вскрывать и там даже внутри умудрялся бусину засунуть тоже в том числе так что всякое было что тут говорить я могу и на два часа на говорить уже полтора часа с вами беседую даже больше почти два часа но тем не менее вот литье пошло совместно то есть гальванопластика как таковой вручную каждую девушку приходится доводить конечно же но что поделаешь от бабочки восковые которые отливал опять же лично сам меднил отливал форму из воска и покрывал медью опять же воск потом удаляется как правило опять же работа со сокой тоже интересно смотрится светильники стали уже наши так сказать визитной карточка в общем то начали с девятнадцатого года мастерской нами заниматься вот такой светильничек тоже бутыль была интересная она декорирована была песком морскими ракушками всем там чем ни попадя и в то же время на поверхности было декорировано и примедлено вот то же самое что внутри ракушки звезды вот такая красота получилась обалденно так вот изначально с этого начнем вот работа с memory проволоку но здесь я решил немножко внести свои так сказать коррективы и закрыл эту вот скучную медную memory проволоку лентой тоже работа такая требующая терпения но тем не менее это удалось вот такая красота получается пока не такого я еще нигде не видел во всяком случае вот композиционные работы вот такие вот спасибо полна любви двадцатом году вдохновила комета вот такую подвеску сделать вот такие букетики возможно собирать то есть ландышем вот это вот я наверное на них зафиксируюсь то есть смысл в том что идея прикольная имеет место жить потому что ландыш редко где используются такие обособленные цветы скажем так нетипичная я применишь вот работа пошла с эмалями впервые по меди уже в принципе тоже интересно смотрится то есть как вот получается жасмин был сорван так он был и соединен собственно говоря получилась такая брошечка вот такая вот композиция матового серебра такого заведенелого серебра скажем так как будто и не покрыто словно под камень этот красота конечно дальше композиции шишки это в общем то все уже было 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 я имею ввиду скалы было а дальше где-то может и появится тоже узнает вот природа иногда вот так вот шутит и играется морковки в обнимочку что интересно вот эту вот работа этот сувенирчик купила женщина и подарила мужу на годовщины их не так что вот бывает и такое вот красота пошла тоже 20 год кольца из натурального камня были приобретены и декорированы опять же гальваническим металлом это опять же считаю идея мастерской скала нигде такого не было и нет кольца каменные можно всегда приобрести а вот такую идею реализовать причем именно со смыслом в том плане что если смотреть сверху то это как будто бы тучи нашли над какой-то степью или полем то есть вот как видно да то есть как будто вы какие-то деревья реденькие такие вот степили что и вот эта туча может это пустыня и это песчаная буря вот нависла туча нависла то есть именно цель была вот гармония инка и композиция и главный плюс что большинство случаев эти кольца очень большие вот это вот наращивание гальванического металла мастерской скала позволила именно подобрать индивидуальный размер или проще говоря уменьшить его таким вот макаром так что вот такая красота гнездышки это уже предсказуемо типично вот вот такой вот браслет опять же старой добрый техники хендбарк техника от мастерской скала такая фактурная красота получается целый браслет сложнейшая работа ручную все это формировать это да терпение море нужно дальше пошло уже такие скажем объединение композиция вот восковая девушка из воска то есть была грубая модель мне удалось вручную ей более-менее придать форму волосы ей опять же вручную сделайте получается вот такая подвеска девушка летит на колосе катается на ветру скажем так вот обалденно тоже мне кажется идея имеет право имеет место жить вот обалденная работа тоже композиционная сложная довольно таки натуральная сота пчела сложнее наверно было всего мед туда реализовать декорирована каменной крошкой конечно листиками самшита аметрином и все вот это вот в одной такой вот картинке красота я не захваливаю себя я просто подчеркиваю те особенности те работы которые действительно могут считаться могут выделить нашу мастерскую среди других среди всего остального вот что самое как по мне важное для тех кто еще не в может ли кто еще не понял не осознал или наоборот так что вот вот такая красота тоже композиционная работа вот такая красота приходилось даже повторять людям это проглянулась идейка что как мы гадаем любит не любит на ромашке вот здесь вот я прям это показал любит не любит любит не любит и тогда любит не любит обнимет поцелует к сердцу прижмет черту пошлет то есть вот так вот вот тоже опять же нигде этого не видел поэтому смело могу я даже думаю имею право заявить что кольца из целого скелетона листа декорирована природным камнем это есть только у скалы это только вот авторская идея от скалы скажем так вот такой формат и он многим женщинам опять же приглянулся я дальше решил шагнуть немножко глубже и сделал целый гарнитур из одного листа цельного декорированная с ограненными цитринами по золото и шерлы конечно же да стоит упомянуть браслет с шерлами такая красота тоже вот собственно говоря вот такая вот работа была не то что сделано заказ а есть одна семья супругов которые всю жизнь коллекционируют виолончели любых проявлениях сувениры картины статуэтки кружки в общем все где используется виолончель и как бы они вот такую идею преподавали сказали а вот возможно ли вообще реально ли что вот человек может сделать виолончель вот вручную вот собрать из природных материалов я говорю надо попробовать я вспомню как выглядит виолончель взял лист большой вырезал из нее форму виолончели к листу приделал коряжку дальше натянул струны и понеслась декорация тоже обалденный сувенир как по мне неповторимы во всяком случае однозначно и люди это понимают самое главное вот крошка опять же крошка мрамора декорированная подсвечник был должен был быть кулоном но слегка перемеднился стал слишком тяжеловат для кулона я не стал ничего удалять просто использовал как подсвечник вот и все ничего в там зазорного я не вижу вот стало быть дальше что у нас ну и вот разумеется это вот моя самая 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 наверное одна из самых любимых работ одна из самых сложных работ это точно неповторимо это точно уникально и так далее так далее так далее то есть опять же казалось бы асока но здесь кузнечик живой у него были нас но как был живой ну смысле как живой сушеный у меня вообще в основном такса мне такие дары приносит вот я их потом собираю по частям в данном случае усики были отломаны я их срастил и получилась вот такая красота особенно даю акцент капелькам то есть капли вот как раз такса себе дает знать супруга пришла особенно вот эти вот капельки как будто бы он мокнет под дождем вот такая вот красота в общем то вот не менее красивая работа тоже композиция тоже на камне был дефектик но я его просто декорировал как будто проросло дерево ничего там зазорного опять же нет ну да сейчас пойдет красота конечно и кибану да это горжусь так что продолжим я думаю с вами еще диалог не один час а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok